Факультет физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета на этой неделе отметит круглую дату. Ему исполняется 70 лет. За эти годы в УЗИ сформировалась команда преподавателей, в которой всегда находится место как опытным педагогам, так и молодежи. О буднях факультета и его истории расскажет Сергей Михальков. Профессор Юрий Ревякин, посвятивший почти всю свою жизнь Томскому пьяному университету, с большим удовольствием проводит экскурсию по факультетскому музею. На этих стендах все этапы становления Томского физкультурного образования от первого выпуска до сегодняшних дней. Данилов, Геннадий Алексеевич, легенда. Отдельную легенду можно сложить о том, как рождался Томский спортивный факультет. Ведь педагогический институт был первым за Уралом вузом, где в послевоенные годы начали готовить учителей физкультуры. Дело это было непростым, ведь тогда на весь Томск набиралось от силы человек 15 с высшим физкультурным образованием. Поэтому в Сибирь по распределению отправили команду выпускников ленинградских вузов, многие из которых всю свою творческую жизнь связали с факультетом. Я всегда считал и считаю, что главный капитал любого учебного заведения – это человек. Это студенты, аспиранты, преподавательский нас, в общем-то, высококвалифицированный состав. За 70 лет накоплен более чем богатый человеческий капитал. Выпускники факультета – это чемпионы и презеры соревнований российского и международного уровня. Это успешные тренеры по совершенно разным спортивным дисциплинам. Это грамотные учителя физкультуры во всех школах Томской области. Тренеру нужно образование, потому что здесь обучают, как тебе правильно преподавать урок, как тебе правильно работать с детьми. Именно поэтому я поступила на спортивный факультет, чтобы в дальнейшем стать профессиональным тренером. Факультет физической культуры – это самые разнообразные занятия. Сегодня здесь четыре кафедры и преподавательский состав из сплава опыта и молодости. Факультет старается идти в ногу со временем. Разрабатываются новые образовательные программы. Большое внимание уделяется переподготовке кадров. Мы систематически проводим курсы повышения квалификации, связанные с внедрением новых федеральных стандартов как в области образования, так и федеральных стандартов спортивной подготовки, которые сегодня активно должны внедряться у нас в детско-юношеских спортивных школах. Факультет ждет всех своих выпускников на торжества по случаю 70-летия. Они пройдут в Педагогическом университете в пятницу, 7 июня. Сергей Михальков, Евгений Лосинок, Вести Томска. После прогноза погоды смотрите программу «60 минут» с Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым. Следующий выпуск «Вести Томск» в 14.20. Оставайтесь на канале «Россия». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова